Непробиваемые. Саратове начали устанавливать антивандальные остановочные павильоны. Видимо, по-другому в нашем городе нельзя. Только за две недели августа было разбито 14 навесов. О чем еще стало известно сегодня, узнаете прямо сейчас в эфире новости Телеобъектив. Студия Ирина Романова. Здравствуйте. Смотрите выпуски. Люди находились в состоянии нерешенных вопросов. Решили проблему обманутых дольщиков в области. Закончат 25 долгостроев. С подробностями Роман Базан. ЧП в Ленинском районе. Дотянулся за руку его. Десятилетний мальчик провалился в колодец с горячей водой. Подробности у Динары Дусалиевой. Данное состояние можно сравнить с обширным, так скажем, инфарктом. 27 тысяч вольт. О том, почему жажда адреналина может убить или привести на больничную койку. В репортаже Кристины Трушиной. На границе Средней и Нижней Волги лето продолжается. Подробности в рубрике прогноз погоды. Сдвинулись с мертвой точки. В Саратове начали решать проблемы обманутых дольщиков. Пообщаться с ними вновь приехал Вячеслав Володин. В нашем городе он проводит отпуск. Председатель Государственной Думы заявил, выход из тупика найден. Доводить долгострои до ума будут рабочие из успешных строительных компаний региона. И первые дома сдадут уже до Нового года. Роман Базан узнал, каким образом удалось найти ответы на застарелые вопросы. Выходной день, а в правительстве непривычно людно. В зале заседания депутаты, чиновники, строители и обманутые дольщики. Те, кто заплатили деньги, но квартир так и не увидели. На встречу с ними в Саратов приехал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Мы не являемся проблемным домом, потому что везде, во всех отписках сказано, что дом готовность имеет 95%. И с этой готовностью три года дом стоит, разваливается. То есть нога человека на стройплощадку не ступала. 20 домов в Саратове и еще 5 в Энгельсе и Балакове. Купленного жилья ждут более 3000 семей. По словам председателя Государственной Думы, проблем добавили и страховые общества, которые должны были гарантировать завершение работ. Перечисленные в них полтора миллиарда исчезли. У нас проходимцев столько появилось в строительстве. И это привело к плачевным последствиям. Посмотрите, все вопросы, которые сейчас мы обсуждаем, мы могли бы решить. У нас на счетах саморегулированных организаций, а эти две, значит, СРО, полтора миллиарда. И возвратных средств надо миллиарды месяцев. И они разместили деньги в проблемной границе. Единственные. Однако решать проблемы дольщиков уже начали. В этом году в Саратове для них сдадут 5 домов. Этим уже занимаются крупнейшие застройщики региона. Ключи от новеньких квартир отдадут до конца декабря. Если ресурсо-собжающие организации не будут сильно выкручивать руки, то мы этот срок снизим. А вы уже беретесь этот дом строить, я правильно понимаю? Ну, это территория округа, поэтому, конечно, люди в свое время все решили ошибки. 10 лет прошло, поэтому, конечно, жилье надо было 14 месяцев заселить. И застройки вы отвечаете? Да. Разморозят стройки в Энгельсе и Балакове. Там проблемных домов 5. Достраивать многоэтажки также будут региональные компании. За всеми этапами работ будут следить депутаты Госдумы и правоохранители, пообещал Вячеслав Володин. У нас с вами обманутые дольщики есть в домах, которые должны были строиться. И земельные есть отводы 2000 года. Представь себе, сколько времени люди находились в состоянии нерешенных вопросов, не построенных квартир, отсутствия жилья. Пять домов в этом году еще столько же достроят и в следующем. Заселить чиновники обещают и так называемый дом-убийцу. Долгострой на углу улиц Горького и Бахметевской, где произошло несколько несчастных случаев. Компанию, которая будет достраивать многоэтажку, уже ищут. Роман Базан, Игорь Шишилин, Александр Кравченко. Новости. Телеобъектив. ЧП в Ленинском районе, на улице Тулайково, у дома номер 11, ребенок провалился в открытый колодец с кипятком. Крики о помощи услышал один из жильцов. Он и вытащил мальчика из ямы. Пока ждали приезда скорой помощи, пострадавшего обливали холодной водой. Медики госпитализировали его в тяжелом состоянии. Динара Дусалиева побывала на месте происшествия и выяснила, что изменилось там с момента трагедии. Теперь этот колодец местный житель обходит стороной. Накануне в него упал ребенок. По словам соседей, двое ребят гуляли во дворе, и во время игры один из них провалился в яму с кипятком. Крики о помощи услышал Василий Любимов. Я понял, что кто-то туда попал. Все, выскочил, и смотрю, мальчишка там. Эту решетку открыл. Это хорошо, ну, себе пора. Хорошо хватило, как говорится. Дотянулся за руку его и вытащил оттуда. Вот и все. Очевидцы тут же вызвали скорую помощь. Пока медики ехали, пострадавшего обливали холодной водой. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии в детскую областную больницу. У него многочисленные ожоги, более 50 проведцентов поверхности тела. Слава богу, они не затронули жизненно важные органы, поэтому состояние его тяжелое, но не критическое. На вызове работали специалисты областной и городской служб спасения. Они обследовали место происшествия. С помощью подручных средств заделали отверстие в решетке, в которой, скорее всего, и провалился ребенок. Территорию вокруг оцепили. Этот люк был закрыт с момента постройки дома более 10 лет назад. Но, по словам местных жителей, в решетке были слишком большие отверстия. Но заделать колодец капитально решили только сейчас, после несчастного случая. Сегодня на улице Тулайково с утра гудит техника. Рабочие срезали решетку и закрыли люк бетонной плитой. Колодец принадлежит компании «Т-Плюс». Почему он был открыт, сейчас выясняют сотрудники полиции. Дзинара Дусалиева, Игорь Шишилин. Новости. Телеобъектив. Ну, а состояние другого подростка, получившего сильнейший электроожог, остается крайне тяжелым. Сейчас парни пытаются спасти медики. В конце минувшей недели, переходя железнодорожные пути по мосту, юноша решил подтянуться на перилах. Сорвался, задев при этом провода контактной сети. К сожалению, подобные случаи на железной дороге не редкость. Причем, пока одних спасают, другие придумывают новые способы пощекотать себе нервы. Кристина Трушина о том, как жажда адреналина убивает людей. За его жизнь борются четвертые сутки. 16-летний студент кулинарного колледжа, упавший на контактную сеть железной дороги, сейчас в реанимации. Состояние настолько тяжелое, что о прогнозах врачи не говорят. Если мы говорим о кровоснабжении, поступлении кислорода, питательных веществ, то, в общем-то, это затруднено. Данное состояние можно сравнить с обширным, так скажем, инфарктом. То есть все сосуды периферически закрыты, и кровь циркулирует только по основным магистралям. Все случилось здесь, недалеко от станции завод «Контакт». Подросток вместе с другом переходил пути по мосту. Кстати, безопасность сооружения сомнительна. Юноша решил перелезть через перила и потянуться на них, но не удержался и упал. От удара током в 27 тысяч вольт у парня обгорело почти 90% тела. На железной дороге говорят, любители пощекотать себе нервы встречаются регулярно. В основном это подростки. На риск идут в погоне за селфи, адреналином, ну или просто ради самоутверждения. Например, так называемые «дацеперы» – любители покататься на крыше поезда. Эти комментарии в социальных сетях горе-экстремалы пишут сами. Орфографии и пунктуация авторские. В этот момент ты осознаешь, что жизнь – кайф. И все это не зря. Дело не в понтах, дело в удовольствии. А насчет смерти каждый зацепер знает, на что он идет. И я с подругой всегда знаю, что, возможно, не вернусь. Катались, все нормально было. Только машинист спугнул друга, и он упал на рельсы. Мы укатились на 30 километров от него, и когда пришли, там была огромная лужа крови. Но его не было. Мы испугались и решили, что типа его с нами не было. Сейчас он не может говорить, шевелиться, кушать. Его мать попала в психушку, а отец ушел от них. В нашей области с начала года произошло два случая электротравм на железной дороге. Инженер службы охраны труда объясняет, чтобы получить сильнейший удар, достаточно лишь приблизиться к проводам. Напряжение 27 тысяч вольт переменного тока, значит, настолько опасно, что и не обязательно прикасаться рукой контактной сети, а достаточно приблизиться ближе двух метров. Поэтому у нас и на плакатах надписи «Не приближайтесь ближе двух метров к проводам контактной сети». Происходит замыкание электрической дуги и электрическая травма человека. Согласно закону, отвечать за подростков-экстремалов должны родители. Как правило, это предупреждение, но лишь трав максимум в 500 рублей. Правда, пока одни борются за спасение жизни, другие делают на опасных развлечениях бизнес. Например, продают специальные ключи машинистов, подходящие к любым замкам в электричках, метро и даже трамваях. Кристина Трушина, Игорь Шишили, новости телеобъектив. Скрылся с места аварии. В Саратове «Газель» сбила скутер и задела внедорожник. В момент столкновения сняли камеры в районе Синого рынка. Водитель пытался на скорости протиснуться между машинами. Не получилось. Пострадали два человека – скутерист и беременная пассажирка джипа. Пока им оказывали помощь, газелист скрылся. Позже его обнаружили в районе Третьей дачной. Водителя задержали полицейские. По их словам, он был пьян. Алкотестер показал более промилле. Это все равно, что выпить полбутылки водки. Взялись за бороды. Сотрудники Роспотребнадзора выпустили свод правил для популярных сейчас барбершопов, иначе для мужских парикмахерских. Мастер, который будет вас брить, должен иметь медицинскую книжку, соблюдать чистоту на рабочем месте и касаться клиента только чистыми руками. В противном случае он может лишиться работы. Павел Фитилев свою бороду пока не отрастил, но о правилах на всякий случай узнал. Помыл руки и за работу. Накидка с одноразовым воротником, продезинфицированные ножницы, расчески и бритвы. Это не полный список советов для барбершопов. На популярные мужские парикмахерские обратили внимание сотрудники Роспотребнадзора. Мы стараемся привить такое, чтобы на автомате дезинфицировать. Это все понятно. Даже банально просто убрать с собой, чтобы все фены висели на месте, чтобы все волосы были абсолютно увлены. Я понимаю, что это сложновато, потому что это парикмахерская. И тут в любом случае волос будет очень много. Но стараемся поднапрягать мастеров, чтобы они за этим очень внимательно следили. Александр сейчас зовется барбером. До этого 9 лет работал парикмахером. Любовь к чистоте, говорит, залог успешной работы. Особых требований сотрудники Роспотребнадзора не выдвигают. Наличие медицинской книжки у мастера тщательно пропускать через особые растворы рабочие инструменты. Точно такие же правила существуют и для обычных парикмахерских. Обрабатывать сначала мастером в проточной воде, затем проходить дезинфекцию любыми дезинфицирующими средствами, либо с использованием бактерицидных облучателей, средств таких. Нарушение простых правил может стоить бородачам здоровья. Существует риск заражения ВИЧ гепатитами, грибком и туберкулезом. Правда, специалисты отмечают, пока саратовцы ни разу не жаловались на местные барбершопы. А вот у тех же медиков есть претензии к любителям растительности на лице. Если не следить за своей бородой, то она может стать настоящим рассадником бактерий. Несколько лет назад английские ученые шокировали владельцев бород. Якобы на щетине содержится столько же вредных бактерий, как в туалете. Борода – это вклад в себя, поэтому жить с вредными бактериями на лице – не лучший вариант для современного мужчины. Поэтому настоящие бородачи ухаживают за своим сокровищем чуть ли не каждый день. Денег на это не жалеют, но есть и плюс – не нужно бриться. Павел Фитилев, Александр Кравченко, новости Телеобъектив. За полный контакт накажут. Следователи возбудили уголовное дело в отношении хозяина зоопарка на проспекте Кирова. Там в конце июля леопард напал на шестилетнюю девочку. Детей пустили в клетку, хищника разрешили потрогать. В какой-то момент животное набросилось на детей. Мальчика поцарапал, а вот девочку покусал. Пострадавшую увезли в больницу с ранами живота, спины и шеи. По словам следователя, хозяин зверинца нарушил правила безопасности. Ему грозит уголовная ответственность. Руководством общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность зоопарков, организовано оказание культурно-зрелищных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло травмирование малолетнего ребенка. И лишь по случайности в указанный день девочка не получила еще более серьезных повреждений. И такова была первая часть выпуска. Смотрите, что будет дальше. За год с банковских карточек россиян мошенники похитили 650 миллионов рублей. Подробнее об этом и других событиях узнаете из хроники дня. Какая температура на дворе будет завтра во вторник, через пару минут расскажу вам я, Александр Новохадский. Во вторник, 15 августа, в Красноармейске, Марксе, Татищеве, Советском районе, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный слабый, ночью прохладно, плюс 14, плюс 20, а днем до плюс 28. В Саратове и Энгельсе сухо и комфортно. Температура ночи 15-20 градусов, а днем до 27 выше 0. Атмосферное давление около 759 миллиметров ртутного столба. Вода в Волге плюс 22. Начало недели, как обещают метеорологи, на пару градусов прохладнее, а к концу опять жарко. По приметам же, если небосвод на закате красный, это к хорошей погоде. О градусах все. И мы снова в студии. Время рассказать о событиях в стране и мире. Москва готовится к мощнейшему циклону. В ближайшие часы на столицу обрушится непогода, подобная той, что была на северо-западе страны этой ночью. Последствия сильного грозового фронта ликвидируют в Новгородской области. Там ураган с ливнем и градом оставил без света дома и больницы более чем в 20 поселках. Повсюду десятки поваленных деревьев. Произошел обрыв контактного провода на железной дороге. Остановились скоростные поезда Сапсан. В Москве из-за неблагоприятных прогнозов отменили десятки авиарейсов, передает газета РУ. О других заметных событиях начала недели далее в хронике дня. Станислав Ивашенко в студии. Стас, тебе слово. Добрый вечер, Ирина. За год с банковских карточек россиян мошенники похитили 650 миллионов рублей. По сравнению с предыдущим годом показатель упал на 15%. Граждане стали менее доверчивыми и изучили наиболее популярные схемы мошенничества. При этом киберпреступники тоже не дремлют и совершенствуют свои схемы. Один из новых способов обмана заключается в том, что мошенники представляются сотрудниками налоговой службы и требуют погасить долги. Это автоматическое списание денег. То есть, когда человек звонит не каким-то злоумышленникам, которые выведывают пин-коды, пароли, паспортные данные, а просто звонок на платный номер. В этом случае все происходит очень быстро и автоматизированно. Человек позвонил, и у него деньги с телефона списались. Юг Греции охватили лесные пожары. Особенно сложная ситуация неподалеку от столицы. Эвакуировано несколько тысяч человек. Перекрыты многие дороги. В регионе объявлено чрезвычайное предположение. На островах, популярных среди туристов, зафиксированы десятки очагов возгорания. Их причиной власти называют умышленные поджоги, передает Ньюсру. Горел густой сосновый лес. Наземная техника с трудом могла бы до него добраться. Так что пришлось задействовать воздушные силы. Но с наступлением ночи и они прекратили работу. 5,5 миллионов за одну ночь. Именно столько раз посмотрели пользователи интернета хип-хоп-баттл Оксимирона против славы КПСС. Эта новость сегодня стала одной из главных на информационных лентах. Оба исполнителя популярные российские рэп-артисты. Победу в баттле одержал слава КПСС. Спасибо. Это был Станислав Ивашенко с новостями с лент мировых информагентств. С неба звездочка упала. В минувшие выходные россияне наблюдали завораживающее астрономическое явление. Пик метеорного потока Персеиды. Эксперты подсчитали, что можно было увидеть более сотни метеоров в час. Правда, наблюдение за небесным событием подпортило луна, которая светила слишком ярко. Однако любителей прекрасного это не смутило. Многие продолжают делиться кадрами звездного дождя в социальных сетях. Далее рубрика «Мобильный репортер». Редактор субтитров А.Семкин Зажги на всю Россию. Телеканал ТНТ «Саратов» приглашает всех желающих принять участие в танцевальном онлайн-марафоне. Так организаторы решили отметить старт нового сезона шоу «Танцы». Участвовать в проекте будет несколько городов. Поддержит акцию жители Санкт-Петербурга, Барнаула, Омска и еще десятка других городов страны. В Саратове главной площадкой станет торговый центр «Оранжевый». Оттуда будут вестись прямые трансляции в столичную студию и на всю Россию. Старт марафона уже в эту субботу. Мы приглашаем всех принять участие в нашем танцевальном онлайн-марафоне. И я хочу отметить, что любой человек, несмотря на то, занимался он когда-то танцами или нет, может принять участие в нашем мероприятии. Мы всех ждем в торговом центре «Оранжевый» 19 августа в 14.00. Чемпионами не быть. Футболисты Саратовской дельты проиграли московским армейцам. Наши пляжники боролись за выход в полуфинал, но уступили в обоих матчах. Теперь саратовцы будут биться лишь за пятое место. Игра уже сегодня. Напомню, суперфинал российского чемпионата по пляжному футболу проходит в Саратове. Для этого на театральной площади возвели стадион и завезли около тысячи тонн кварцевого песка. Вход для болельщиков организаторы сделали свободным. Также увеличили и количество мест. В прошлом году не все зрители смогли попасть на матчи. В первый день в том году не попало порядка 600 человек, желающих наших горожан, на почти 2000-й стадион. Мы увеличили количество мест. И надеюсь, что все наши жители получат огромное удовольствие и будут удовлетворены этим прекрасным зрелищем. Это все главные новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Я с вами на этом прощаюсь. Ну а вас по традиции ждет встреча с главным редактором Ильей Леонтьевым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова